Может быть, изображение не совсем вас будет радовать, потому что это только первые попытки осваивать эту визуальную культуру. Но если мы говорим о тех далеких временах Средневековья, и Востока, и Запада, то, прежде всего, коммуникация информации происходила устным способом. И для определенной, только очень узкой части элиты было доступно изображение в виде миниатюр. Это касается и культуры Запада, и культуры Востока. При всем том, что табуирование изображения в культуре Востока, в данном случае в исламской культуре, присутствовало, тем не менее, для какой-то части обход был. Но больше, как я сказал, именно устное слово передавало информацию в разных режимах. Кафедры ли в церкви, допустим, в христианском варианте, или уличных базарных представлений, где рассказывались те сказки, те истории, которые мы называем сказками «Тысяча одной ночи», но и многие другие, не вошедшие, допустим, в этот формат, попавшие в другие сборники. Я для начала просто на моменте остановлюсь, что будет подразумеваться под делом, или что я считаю возможным, с чем согласиться. Это мнение, это высказывание иранского богослова, он же политический деятель Ирана, который занимал пост президента в 1997-2005 годах. Сыет Мохаммед Хатами. Сыет, приставочка, обозначает, что это человек, который является потомком пророка, то есть не абы кто, и ученик прямой имама Хамини, но, правда, стал президентом с позиции главного библиотекаря Ирана. Это был редчайший, может быть, беспрецедентный случай, когда библиотекарь становится президентом. Хатами выделяет такие важные моменты, что коммуникация диалога не только предусматривает режим говорения, но и слышание. И для адекватного диалога, в данном случае, между цивилизациями, которые на религиозных основаниях базируются, он считает возможным, или, вернее, обязательным, а не возможным наличие, скажем так, базы монотеистической религии, которая признает истину, как не что-то, что возможно склонять, добавлять, переиначивать, а как некую твердую позицию. Когда мы говорим об исламо-христианском диалоге, уже, может быть, в сегодняшнем варианте, здесь возникает некоторая сложность определенная, потому что христианство убывает на Западе, где-то оно пребывает, допустим, в Африке, в Южной Америке, в каких-то пропорциях держится и даже в каких-то, может быть, растет, если там католическая церковь уходит, то приходят какие-нибудь протестантские динаминации в Америку, но в Европе это режим убывания. Есть страны, которые счастливо живут, но уже практически понуждаются в Боге, такие, как Чехия, допустим, с очень малым процентом какого-либо вообще религиозного чувства. И тем не менее, я в данном случае буду говорить о режиме, даже не коммуникации, а о некоторых, скажем так, возможностях говорить о диалоге через тексты именно того времени, когда Запад, в данном случае Европу, европейскую экумену, представляла христианская религия, фактически в монопольном положении, а Восток, в данном случае опять близлежащий к Европе, недалекий, недальний, вот тот, который был, допустим, в какое-то время абстракцией, а потом стал угрозой для Европы, это, прежде всего, мусульманский Восток. Ну и немножечко, прежде чем перейти к текстам литературы средних веков, я обращусь к каким-то базовым позициям религии, религиозного откровения, той и другой традиции, которая, прежде всего, содержится в священных писаниях этих традиций. И вот если мы говорим о христианском откровении, то в данном случае оно содержит две большие пропорции, две большие части, это Ветхий Завет и Новый Завет. Парадоксальным образом, когда запускают ракету, отстреливают какие-то части, Ветхий Завет не был отстрелен, он остался в традиции христианства, потому что очень много предзнаменовений, очень много апелляций идет в текстах Евангелия, в текстах послания апостолов, к тем зернам откровений, которые содержали приход Мессии в мир, содержавшихся еще в пророческих писаниях Ветхого Завета. Но таким парадоксальным образом мы можем сказать, что христианское писание – это тот текст, гипертекст, наверное, так по сумме, это более 60-66 книг, который складывался на протяжении более тысячелетий. В этом коренное отличие от мусульманского священного писания, очень компактно по времени данного. А вот христианское священное писание где-то с 13-14, может быть, даже века до нашей эры, по конец первого века нашей эры. То есть, вы видите, какая протяженность очень большая. Ну вот, я уже сразу, может быть, какие-то позиции в неких параллелях. А вот в данном случае священное писание ислама, Коран, буквально чтение, в режиме откровения передавалось 610-го, если мы говорим о летосчислении, которое теперь уже является всемирным, но когда-то было сугубо христианским, 610-632-й годы, то есть 22 года. Вот, видите, очень компактно. Но здесь, может быть, не главные отличия и главные особенности. Может быть, самый принципиальным моментом отличия является то, что священное писание христианское с точки зрения богословов является богодухновенным. То есть, подразумевает режим соучастия и высшей силы, которая вдохновляет избранных пророков или каким-либо образом передатчиков послания и в меру своих возможностей эти избранные передают, иногда и сами фиксируют это откровение в слове. То есть, получается, что здесь акт сотворчества налечествует. Вот это богодухновенность, это соединенность и божественного, и человеческого одновременно. Если мы обратимся к посланиям апостолов, мы увидим характерные моменты, допустим, может быть, необтесанности какой-то такой вот в литературном смысле послания апостола Петра, потому что он был рыбак, да? Вот он так в своей речевой практике излагал материалы, поэтому никаких прекрасностей мы там, может быть, не найдем литературу. А у апостола Павла, у гения, действительно гения, слово все очень отточено. Это показывает как раз разнообразие стилей, назовем. Кстати, в данном случае христианское откровение во всей своей сумме. Это очень разножанровый сплав текстов. Не буду здесь слишком, так сказать, уже углубляться, потому что время на это может быть уйти. А вот, когда мы говорим об исламском откровении, это именно откровение от первого лица. В данном случае это не то, что мне передал, я говорю, а именно обращение Всевышнего Аллаха, форма имени обозначает всего лишь Господь Господа, Бога. Да, в данном случае это не какое-то личное, персонализированное имя Бога, только для мусульман. И в этом тоже, может быть, отсюда перейду к такому моменту, что ислам признает предшествующее откровение. Может быть, для кого-то это будет откровением и открытием, да. Но в исламской традиции, которая, прежде всего, базируется на Коране, признаются предшествующие пророки, предшествующие Мухаммаду. Ну, в данном случае это будут те пророки, которых мы встречаем большей частью на страницах Ветхого Завета, ну и в том числе и Нового Завета. Это Муса, Моисей, это Ибрахим, Авраам, это Нух, Ной. Некоторые персонажи, которые в Ветхом Завете имеют статус пророкцев, то есть они не являются пророками, они являются важнейшими персонами в той начальной священной истории Бога избранного народа, в Коране они наделяются статусом пророков. Практически все персонажи Корана, которые передают откровения, вот они являются пророками. Куда включается и Адам, например, первый человек, куда включается, ну только не под своим, тем именем, под которым мы его знаем, Александр Македонский, он известен Корану как Зул Карнай. Он становится, благодаря такой легитимации, он становится одним из самых популярных персонажей мусульманской литературы. Если вы, кто-то из вас брал в руки знаменитые Петерицы, которые являют собой такое пятикнижие литературное в персидском, сначала в персидской традиции, а потом в тюркскую словесность они попадают, от Низамики-Анживи, ну и так вот разными другими авторами, вплоть до новои величайших поэтов, в данном случае я назвал персоязычной и тюркоязычной литературы, обязательно пятой книгой является рассказ о приключениях и богоисканиях Александра Македонского, Искандера, под разными названиями «Стена Искандера» или «Искандерна Мэй», как в случае, допустим, книги «Низамики». Вот, так вот, в данном случае и пророк Иса, в Коране Иисус Христос присутствует как один из самых развернутых, ну скажем так, в сюжетике персонажей. И не только он, но и его мать. Дева Мария, Мариян, один из самых, или нет, самый обозначенный женский персонаж в Коране. 33-34 раза примерно упоминается она на страницах Корана. Другие женские персонажи либо, так сказать, не называются по именам, а просто в статусе там сестры возникают, допустим, мусы, каким-то другим образом, Дева Мария почитается в Коране. А Иса почитается как величайший пророк, предшествовавший Мухаммаду. И, можно сказать, с функцией провозвестителя прихода последнего пророка. Таким образом Коран принимает роль Исы. Но, правда, Иса не отыграл свою роль с точки зрения исламского веручения. Вот как христиане верят, один из важнейших догматов христианской веры, вера во второе пришествие Креста, а мусульмане верят в его пришествие в конце времен, так как он взят живым на небо. Он не претерпевал крестную смерть, замечу, как это содержится в евангельских и в канонических вариантах. Он был вознесен на небо и пребывает, можно сказать, до часа икс, который будет в чем-то близок к тому, что мы знаем по апокалипсису, то есть тоже пришествие некого смутителя, искусителя человечества под именем Даджала. Армию Аллаха возглавит именно Иса. То есть, вообще-то, с точки зрения ислама, Иса весьма важный, я бы сказал, просто жизненно необходимый персонаж. И отношение к христианам в связи с этим в самом Коране, оно, я бы сказал так, в каких-то моментах, в каких-то фрагментах, весьма положительно. Далее я, значит, еще этот момент, наверное, вспомню, просто вот сейчас так предварительно его обозначу. Не буду просто уходить, это отдельная большая тема, у нас тема сегодня связана с литературными источниками средних веков. Значит, здесь я очень, так сказать, втиснул то, что примерно сказал я, перелеснул, но в короническом своде еще немного чекровения скажу, он делится на стучи, так он представляет единый текст, в отличие от библейского корпуса, где разные книги, да, которые делятся на внутреннюю структуру еще, правда, это внутренняя структура, уже которую мы сегодня имеем в изданиях печатных, да, допустим, это продукт эпохи книгопечатания. Для удобства вот такая разбивка чтения. Разбивка Корана на 114 глав сложилась при письменной фиксации этого божественного откровения, которая произошла спустя примерно 20 лет после кончины пророка. То есть Коран в письменном виде не сразу возник. Здесь есть определенные моменты, когда мусульманские, назовем так, апологеты пытаются пикироваться с христианскими и говорят, предъявите нам, пожалуйста, Библию первого века. Ну, чтобы вот сказать, вернее, подчеркнуть, что не совсем точно вы сохранили то откровение, которое вам принес Иса. Библия первого века просто не могла существовать, потому что отбор канонических текстов был завершен на первом и втором вселенских соборах в течение четвертого века. То есть вот как раз на уже втором вселенском соборе Константинополь в 381 году этот отбор был завершен. Последняя книга, которая была внесена в корпус священного писания, по отношению к которой были большие сомнения, это книга, которая была самым революционным текстом средних веков. Это «Апокалипсис», «Оправление Иоанна Богослова», которые очень актуально перечитывали разные те, кто с точки зрения являлись ересиархием. В романе «Имя Роза» там присутствуют дольчинианцы. Вот Дольчина, предводитель этих восставших против, скажем, порядков, которые, как пояснял Дольчина, не основываются на священном писании, фактически Царство Божие на земле пытались воплодить. Опять же, немножко себя здесь прерываю. И, обращаясь к Корану, подчеркну, что он сложен по достаточно формальному такому принципу длиннотности. Самые длинные фрагменты откровения располагаются в начале священного писания ислама и самые короткие к концу идут. Правда, открывается Коран, такой, одной из коротких сур, которая формулирует основы веролучения. Ну, пожалуй, вот здесь вот такие моменты базовые я обозначил, и уже перейду к тому, что можно назвать литературными мостками ислама-христианского диалога. В данном случае вот у нас здесь на этой миниатюре играют как раз представители двух сторон в шахматы Запада и Востока, ислама и христианства. Ну, это миниатюра эпохи крестовых походов. Крестовые походы, помимо того, что они содержали военную компонент, они еще были тем периодом, когда наиболее интенсивная коммуникация между исламским и христианским мирами происходила. И, я бы сказал, такое взаимное обогащение, но прежде всего обогащение, я бы сказал, западной стороны. Ну вот сейчас я к конкретным примерам перейду, но здесь уже текст, хотя и мелко, не присутствует. Я немножечко скажу, какой общий образ имелся для представителей христианской стороны в отношении ислама и в отношении пророка ислама. Ну, первая такая атрибутация ислама как нечто отличного от христианства была произведена византийскими богословами, и одним из первых был Иоанн Дамаскин, это человек, который почитается как святой, который почитается как один из отцов церкви, прежде всего восточной церкви, хотя его труды уважались и использовались крупнейшими богословами христианского Запада. В начале VIII века он сформулировал в своем сочинении источник знания, вернее, скажем так, атрибутировал ислам как ересь внутри христианской религии. Это была сотая ересь, трактат у него в этом большом сочинении назывался «Сто ересей» и сотый с точки зрения Иоанна Дамаскина, который был не абстрактно знаком с исламом, а был даже некоторое время подвязался как бюрократ в управлении Арабской империи, которая столицы своей имела тогда Дамаск, вот сегодняшний натиск на Дамаск со стороны ИГИЛ в том числе основывается, что это столица халифата. Как вы понимаете, они провозгласили создание халифата, если Багдад от них далеко, так хотя бы Дамаск взять. Там, где одна из первых столиц после уже того, как из Медины она была переведена в правление Миядов в Дамаск. Так вот, он владел арабским языком и вообще специалистов местных арабская власть активно привлекала. Это очень важный момент, мы еще в дальнейшем увидим, как эти специалисты, на каком приближении к власти и к властителям находились. Вот, так вот, то есть он не был абстрактно знаком, он, вероятно, и знал священное писание ислама, по крайней мере, в этом своей атрибутации, он достаточно, я бы сказал, корректно цитирует, но некорректно интерпретирует некоторые положения хронического вероучения. Ну и опять же к тому, что вот такая атрибутация, как ересь присутствовала, передалась от византийцев уже и в Западную Европу. Правда, наряду с этим, по отношению к пророку ислама, были более жесткие, более негативные атрибутации, которые не только ересьярхом его именовали, но и вплоть до награждения титулами антихриста или предтечи антихриста. Или колдуна, который зачаровал каким-то образом эти многомиллионные массы, которые завладели большей частью, я бы сказал, неевропейских владений Римской империи. Вот. Так что вот такой негатив, он присутствовал. Очень превратное, очень пристрастное представление об исламе. Правда, его вот эта, скажем, такая ангажированная версия стала актуальной в режиме противостояния эпохи крестовых походов, то есть конца XI столетия. До этого по-разному все складывалось, но не было особых проблем для паломников посещать Святую Землю, священные реликвии, и достаточно большой корпус текстов есть, просто в сегодняшнем разговоре я этот момент допускаю, который повествует о паломничествах на Святую Землю под мусульманские владычества. Никаких, скажем так, проблем, препятствий или каким-то образом усложнений этих паломничеств мы там не встречаем. В том числе есть и древние русские тексты, хожение Игумена Даниила, например, текст XI века, или можно вспомнить вообще жизнеописание Карла Великого, где выделяется момент дружеских, ну не то что дружеских отношений, таких заочно, можно сказать, приятельских отношений с халифом Багдада, не каким-нибудь халифом, а тем самым, который фигурирует у нас в сказках «Тысяча одной ночи», Гарун Аль-Рашидов. Он был прямой современник, это не что-нибудь такое надуманное. Текст жизнеописания Карла, жизни Карла Великого составлялся его современником, его близким сотрудником Эйнгердом. Правда, он называет Гарун Аль-Рашида «Аарон Персинский». Некоторое искажение восприятие присутствовало, да, почему-то не арабским, не сарасинским он именуется, а персидским. Багдад, ну вот так сказать, вот в таком условном географическом представлении европейцев, так сказать, локализовался с древней Персией. Видимо, от этого произошло вот такое именование, а Аарон – это вот та форма, как раз, которая нам указывает, что имя-то Гарун и Аарон – они соотносимые имена, потому что это брат Моисея, сын, он также у нас фигурирует в Коране, и, соответственно, это имя как одно из, скажем, освященных кораническим писанием, и в большой частности встречается. Ну вот, обращаясь к поэме XII века «Коронование Людовика», мы видим как раз пример текста, который этот негатив использует. Эта поэма писалась накануне или уже во время Второго крестового похода и, скажем так, подчеркивала вот этот негатив в отношении исламу. «Гильон я вижу не в своем уметы, кули в того, кто слаб и жалоб веришь. Ваш Бог сидит за облаками в небе, а здесь Он и арпаном не владеет, земля из достояния Магомета. Все ваши таинства, обряды, мессы, причастия, вечания, крещения мне легковеснее кажутся, чем ветер. Я христианство почитаю бредом». Это позиция в данном случае противника, как воспринимает христианство мусульманский персонаж таких поэм. Ну и в общем-то в данном случае показывается достаточно высокая осведомленность восприятия той страны, которая, скорее всего, сложилась по результатам общения с мусульманами в Первом Христовом походе. И действительно, те моменты неприятия, скажем, христианства, как откровение, которое сохранило полноту Божественного послания, здесь указываются. Ну а, соответственно, ответствуя, он слышит следующую атрибутацию уже ислама. «Не вера у тебя, а вздор нелепый. Твой Магомет, как каждому известно, с первоначала был Христу привержен, и наше проповедовало учение, но занесло его однажды в Мекку, где он вином упился невоздержно, свининой мерзопатосно объелся. Кто Бога видит в нем, тот глуп безмерно». Здесь прямые оскорбительные формулы содержатся. Этот текст, конечно, не для публикации в прессе, но если бы он попал в прессу того времени, то демонстрации, которые мы, так сказать, имели возможность видеть в Пакистане или в других местах, когда публикация карикатурно-пророка, или когда не очень правильная интерпретация высказывания предыдущего понтифика в 2006 году прозвучала, я думаю, вполне могли бы вызвать подобные ажиотации религиозного чувства. Да, ну и вот примерно как раз в то время, когда коронование Людовика записывалось, а записывал его, считается, человек, который носил рясу, клирик, большинство текстов того времени, которые запечатлевали героические истории прошлого, это сочинения как таковые, иногда это всего лишь фиксация на бумаге, произведенная в монастырских скрипториях, то есть в библиотеках, где книги не только хранились, но книги изготовлялись и передавались, соответственно, следующим поколениям или следующим клиентам, кто заказывал какую-то заинтересовавшую их книгу. Так вот, в это время, как раз в 30-е и 40-е годы, осуществляется проект перевода Корана на латынь, в сумме еще некоторых текстов, которые такое дополнение познания ислама осуществляют. Ну и вот, это весьма характерно, возможно, этот клирик каким-то образом был знаком с текстом подготовленного перевода, который на долгие века, вплоть до 15-го столетия, был единственным доступным для христианского европейского читателя переводом Корана, очень пристрастно, очень, конечно, некорректно переведенный вариант, но, а что требовать от того времени. Пожалуй, здесь я в экономе пропущу уже эти моменты. Ну вот, еще одно сочинение, примерно в это же время появившееся, это песнь о моем Сиде. История Сида, как реального персонажа, происходила во второй половине X века, видите, XI столетия. Это, ну, я не знаю, герой, который сопоставил, наверное, с Ильей Муромцем. Ну, Муромцем для русской культуры. Но это вот именно вполне реальный персонаж, храбрый воин, предводитель войска, который оказался в коллизии вынужденного изгнания, когда заслужил немилость оговорами у своего монарха, не отправляется в такую большую военную авантюру. Но среди разных перебитей сюжета возникает история о сопровождении двух дочерей Сида, которые стали супругами неких графов карьонских, вполне себе христиан и даже рыцари, но которые себя ведут самым отвратным образом. Они злоумышляют и против этих дочерей, которых в конечном итоге оставляют в лесу, привязывают и, видимо, рассчитывают, что их загрызут звери, но этого не происходит, их спасают. Время их сопровождает, охраняет их путь. Это вот Аденгальбон, это мавр, мусульмане, который является другом Сида, Роя Диаса Кантеадора, который вошел в историю как Сид. Вот, пожалуйста. И он атрибутируется самыми высокими, соответствующими, я бы сказал так, рыцарским доблестям эпитетами. Ну, и ему становится известен замысел, который они высказывают и в отношении его, но он не может с ними расправиться, потому что он обещал своему другу сопровождать вот этих особ, этих персонажей. Поэтому не будь мне помехой пред Сиден долг, узнал бы весь мир, как плачу я за зло. Сидовым дочек к отцу бы я отвез, а вам бы вовек не увидеть кориен. Еще один текст того же XII века, представляющий такой жанр, как роман «Идиллия», «Флуар и бланшефлор», помимо перипетий мелодраматических, интересен в данном ключе тем, что это роман «Любовь двух людей разных верб, которые заканчиваются переходом одного из них, в данном случае, сарацинского принца в христианство, но и до того Флуар, так зовут этого принца, атрибутируется самым наилесным образом. То есть он совсем, скажем так, добродетельный персонаж с точки зрения автора, опять же, клирика, который записывал эту историю. И, скажем так, вполне украшал и свою религию, и вполне украшает уже религию, в которую он переходит после крещения. И переводит еще и свой народ. То есть таким образом он, вот здесь, он атрибутируется как образец для христиан, но можно было бы назвать его апостол. У нас те, кто переводит народы в христианство, именуются равноапостольными. Равноапостольный князь Владимир, допустим, да, тем, что, приняв веру, он и сподвиг на переход веры своего народа. В данном случае, вот этот некий флуар, вполне, конечно, литературный персонаж, да, но, значит, вот такой способ обращения народов, он присутствовал. Вера князя или вера правителя определяет веру подданных. Это железобетонное правило, которое существовало и все средние века, и даже в новое время перешло уже после, я бы сказал, по результатам Первой Всевропейской войны, 30-летней войны середины 17-го столетия. Теперь восточное направление. Вот некоторые моменты, которые показывают благосклонность Корана и Ислама в отношении христиан. Нет принуждения в вере, уже давно истинный путь различили от ложного. Тот, кто не верует в Идлов, а верует в Аллаха, уже ухватился за прочную верь, которая не рвется. Аллах слышащий, знающий. Подразумевалась здесь вера единого Бога, которую исповедуют христиане и иудеи. Или люди Писания, как чаще всего вот такой маркой, скажем так, они проходят в Кораническом Писании. Называются в Коране и Инджил, Евангелие, и Тора называется. То есть, в общем, Коран нам фиксирует не только предыдущие пророков, но и предыдущие своды священного откровения, которое просто потеряло свою полноту и актуальность, когда было явлено последнее, заключительное, полное откровение в Коране. Ну, еще вот такой момент из другой суры, из пятой. Больше всех дружелюбны к уверовавшим, то есть подразумевается к мусульманам, те, которые говорят воистину мы христиане. Это от того, что среди них есть и иреи, и монахи, и что они невысокомерны. Вот видите, именно положительное отношение за счет представителей церкви, даже здесь подчеркивается. Кстати, некоторым монастырям, в частности, знаменитому монастырю на Синае святой Екатерины были даны охранные грамоты. Легендарно или основательно они считаются данными пророком Мухаммада. То есть их неприкосновенность, их, так сказать, святость этих сакральных пространств, другой религиозной традиции были освящены именем пророка. Ну и вот теперь уже к историям, которые я посоветовал, с которыми познакомиться. Может быть, я опущу некоторые подробности, даже если я какие-то секреты раскрою, так называемые спойлеры, да, они не потеряют своей прелести, того, что вы их в полном виде прочтете. Потому что для средневековой литературы важно было не наличие оригинального сюжета, а вот как этот сюжет будет пересказан. Иногда даже средневековые авторы мимикрировали что-ли под то, что они используют уже какой-то давно известный сюжет, хотя были новаторами. Допустим, вот это касается Шата Ростовелли, который, скорее всего, своего витязя в тигровой шкуре придумал. Но он, так сказать, закамуфлировался под уже существовавшую неизвестную просто, до сих пор не вскрытую, по крайней мере, литератороведами оповесть. Что же касается такого собрания сказок, на самом деле, разнообразных историй, было бы правильнее сказать, и они и разножанровые, и разностилевые, которые под общую обложку сказок «Тыщи одной ночи» у нас попадают. Это весьма ценный материал, который иногда, конечно, содержит весьма большую фантастичность, фэнтезийность, фантастичность, но некоторые истории, я бы сказал, это картинки, взятые из жизни, они просто занимательный сюжет содержат. Вообще, в арабской литературах, как главенствующая, скажем так, и задававшая некоторые правила всей литературе мусульманского мира, тянулась вот к такому занятному чтению, занимательному чтению, собранию разнообразных таких занятных случаях, которые будут полезны читающим, потому что они научают жизни, научают определенным правилам действия, можно даже в каких-то критических ситуациях, или просто в обычной жизни. В данном случае сказка о соединении францкой женщины имеет точную локализацию по времени. Действие ее происходит в годы Третьего Христового Похода. В самой сказке так это не говорится, но по наличию определенных обстоятельств, связанных со взятием Акки, или Аккры, города, который был в определенные периоды столицей королевства крестоносцев на Святой Земле, все указывает на это, тем более, что там еще фигурирует среди персонажей, опять, почерпну, что только не под своим тем именем, под которым мы его знаем, Саладин, самый знаменитый противник крестоносцев, который наделялся, ну, фактически статусом доброкачественного рыцаря, то есть того противника, который не негативом, а положительными свойствами рисуется, что подчеркивает доблесть противостоявших ему, допустим, речи отдаленное сердце. Так вот, в этой истории рассказывается о таком союзе двух друг на друга непохожих людей. Купца, происходившего с территории сегодняшнего Судана, он темнокожим здесь рисуется, и белой лицей, белокожей христианки. Уже, видно, зашкаливаю по времени, поэтому в очень сокращенном режиме, скажу, основа, так сказать, сюжетной завязки состоит в том, что он добивается эту женщину, прибыв в христианский город для продажи товаров. Не распродав эти товары, ну, вернее, продавая еще эти товары, вот он увлекается ею и пытается заполучить ее в свои объятия, и более чем. Но в самый решающий момент он останавливается. Останавливается внутренним голосом. Не стыдно, они лежат на террасе, как это в южных городах было, особенно в жаркое время года, то есть под звездным небом. Соответственно, помните высказывание Канта, «Звездное небо над головой, внутренний закон». Вот в данном случае этот персонаж точно соответствует этому. «Не стыдно тебе Аллаха Великого Славного? Ты чужеземе свяжешь под небом и над морем, и нарушаешь волю Аллаха с христианкой. Ты заслуживаешь наказание огнем. Боже мой, призываю тебя в свидетели, что я воздержался от этой христианки сегодня ночью, стыдясь тебя и страшась твоего наказания». А вот это все в конечном итоге, здесь вот эта нерешительность любви богобоязненная обращается тем, что в конце, когда женщина должна сделать выбор, либо вернуться, она оказалась среди захваченных пленников, пленниц у Саладина, она выбирает вот этого мусульмана, мужчину и фактически исповедует твою веру. И женщина сказала, это тайна твоей истинной веры, свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллах, и свидетельствую, что Мохаммед посол Аллах. Женщина эта оказавшаяся супругой рыцарем и пошла остаться со своим новым избранником, и мы уже знаем, чем это завершилось, потому что история с конца рассказывается. Мы видим детишек играющих, которые белокожие, заинтересовавшись этим, и возникает зачин истории, откуда они, почему они. Вот такая история, и много каких еще моментов я бы мог, если бы располагал временем, а время ограничено, упомянуть в сегодняшнем разговоре. Но если будут какие-то вопросы, может быть, я еще некоторые примеры, приведу. Ваши вопросы? Ваши вопросы? Валерий Кузьмин, положительный ангелестовый, у них много питаний, он просто под европейской территорией, или кто мы снова вместо не видят? Не, ну почему, в данном случае, просто если мы по времени вспоминаем, когда смерть Артура создавалась, это у нас вторая половина, да, 15-го столетия, да, там уже новая актуализация происходила, скажем так, штудий об исламе, в связи с тем, что возникла угроза реальная европейским государством со стороны турецкой, османской, появившейся вдруг такой, разрастающейся как на дрожжах империи, которая захватила Константинополь 29-го мая 1453-го года, да, и на всех парах устремлялось уже европейское пространство, потом будет несколько раз даже осаждаться Вена, это в конце 17-го столетия это еще повторится. Вот, поэтому новая актуализация происходит, и папа Римский вот у нас известен сюжет, как казаки пишут турецкому султану, а папа Римский и второй тоже писал турецкому султану, но не для того, чтобы пощелкать его по лбу, да, а скорее, так сказать, замириться каким-то образом, это был один из редких примеров гуманиста на папском престоле, Сильвия Пекламиня, да, вот, как бы побудить к тому, что давайте говорить как джентльмены, что ли, да, в таком режиме как раз диалога, а не пальбы пушечный. Так что это определенная интересная тема, если ближе к ним уже вспоминать тексты, то можно вспомнить, конечно же, Декамерон, историю, одну из историй первого дня, рассказ Милхиседека о трех перснях, перснях, которые рассказывает Саладину, кстати, вот опять персонаж у нас здесь возникает, история, которая показывает парадоксальным образом и то, что равность, но, я бы сказал, такую законную претензию каждой из религий ислама, христианства, иудаизма на то, что они являются богооткровянными посланиями. Пожалуйста. Вот европейский, европейская литература, она ведь не была однородна, да, то есть это разные страны, коронавирусные долька, французская, да, как я поняла, по-разному. Можем ли мы объяснить, почему у французов, допустим, в песне о Роланде, да, почему у них, скажем так, более отрицательное отношение к исламу, чем у тех же испанцев, да, если испанцы воспринимают, вот в песне о моем Силе, скорее как союзников, и видят в них какие-то положительные качества, почему французы вот так резко против этой религии? Ну, очень точный вопрос, потому что, если испанцы свои крестовые походы осуществляли, завоевание своей земли, но арабы, которые там уже проживали, они тоже уже своей землей это ощущали, заметим, что с начала восьмого века происходит переподчинение большей части Иберийского полуострова арабским правителям, да, это уже будет длиться, последний англав пойдет арабский в 1492 году, в начале января того судьбоносного для мира года, вот. А Франция, французские монархи, знать французское были в числе застрелщиков крестоносного движения. Ну, если там вспоминать фигуру такой, как Людовик Святой, Людовик Девятый, король, который был таким и миссионером внутри государства, он считал, что он должен нести веру своему народу, являть пример христианский, обязывать своих представителей власти, чтобы они показывали пример нравственности, да, кому какому бюрократу сейчас это бы менялось, да, чтобы они пример нравственности, да, Людовик это считал обязательным, да. И он же был и спонсором, и участником двух крестовых походов, седьмого и восьмого, который мы считаем завершающим в череде крестоносного движения в 1270 году, где он и умирает. Вот так что, и он, кстати, прославляется как святой, в том числе и за вот свои усилия в этих попытках отвоевать святую землю. Так что, вот действительно есть такое своеобразие, страна от страны отличалась в отношении, ну, Карл Великий, времена Карла уже прошли, да, и уже французы, так сказать, по-иному смотрели в этом все.